Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Получил я посылочку из Китая. Посылочка стоимостью на момент приобретения стоимость была 185 долларов 65 центов. Покупал я в официальном магазине. Стоимость такой радиостанции, именно такой комплектации, Limit Edition на сегодняшний день это 220 долларов. Обычная версия 200 долларов. Давайте посмотрим в чем отличие Limit Edition. И так, дорогие друзья, это Voxun. Версия Limit Edition, ограниченная версия. Voxun UV9D Plus, версия Plus. Вот такая коробочка замечательная. Небольшие характеристики. Так это все выглядит. И давайте посмотрим, что там внутри. Итак, внутри мы видим инструкция. с гарантийным талоном в сторону. Немножко разбросалось. Видим два аккумулятора емкостью, емкостью, емкостью. 2000 миллиампер, 7,4 вольта, 2000 миллиампер. Это крепление для подставочки. То есть здесь крепится не на саму радиостанцию, а крепится конкретно к аккумулятору, что очень удобно. В комплекте присутствуют два аккумулятора. Соответственно, два крепления самой радиостанции. Также антенна. Антенна довольно гибкая. Частоты 136-174 и 400-520 МГц. Одна антенна. Так, где-то у нас еще должна быть вторая антенна. Ладно, пойдем. Так, и здесь, конечно же, сама радиостанция. Давайте мы ее достанем. Радиостанция довольно-таки маленькая. Казалось, она у нее довольно большой. Защелкивается туговато, но держится без люфтов, без ничего. Отлично. По самой радиостанции мы прогуляемся немножко позже. Пока давайте продолжим дальше распаковку. В чем версия отличается Limit Edition? Это ограниченная версия. Стоит она не намного дороже. На сегодняшний день она стоит на 20 долларов дороже. Так как я покупал, приобретал эту версию во время распродажа 11.11.2016, она мне досталась за 186 долларов. В чем же секрет? Поднимаем вот это. Секрет скрывается здесь. Здесь дополнительные аксессуары, которые, если вы будете приобретать отдельно, выйдет вам гораздо дороже. Это кабель для программирования с драйверами, с диском. Ну, зарядное устройство идет в базовой комплектации. Чехол. Чехол вот примерно так выглядит. Довольно такой неплохой. Потом я вам, далее, при эксплуатации радиостанции, покажу, как это будет выглядеть в чехле. Это в зарядном устройстве. Блок питания. Блок питания. 0,3 ампера. А, 12 вольт, 500 миллиампер. В сторону. При использовании радиостанции в автомобиле, чтобы не садить аккумулятор, вам понадобится вот такая штучка. Очень полезная. Я такую штуку использую на бауфинге. Очень такая добротная. Ну, здесь немного так шатается. Ну, да, перекручивается. Наверное, разберу, немножко доделаю, подклею или что-то там подложу, потому что так можно и провод сломать. Ну, ладно, засчитывается. Вот она, вторая антенна. Также можно заряжать в автомобиле отдельный аккумулятор вот через такой вот прикуриватель. То есть, это мы вставляем в машине. Здесь такая же ерунда. Все шатается. Вставляем сюда. И заряжаем отдельный аккумулятор. Отдельный аккумулятор. Вот распаковываем в стороне. Можно заряжать отдельно. Дальше. Наушники. Наушник с тангента. Ну, в принципе, все как везде. Но нет, тут как-то вот резиночка гораздо приятней. Подобный наушник я заказывал, опять же, для баффинга для своего. Здесь это как-то выполнено более приятненько. Резиновое. Я думаю, будет удобно ухо. Аксессуары подходят к баффингу тоже. Тангента. То есть, при использовании в машине, так же удобно, когда подключена внешняя антенна. Кстати, для подключения внешней антенны здесь так же имеется переходничок. Вот такой переходничок. Это мы, если вам это будет интересно, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И я проверю на тех режимах, которые вас интересуют. Вот такой переходничок. Вот такая тангенточка. Ну, маленькая, ничего такого сверхъестественного. Но, опять же, выполнена, по моему мнению, качественнее, чем я заказывал для баффинга. Засчитывается. Ну, и такой приятный бонус. Это шнурок, ваксун. И все. На этом все. Расскажу немного, в каких частотах работает данная радиостанция. Данная радиостанция, повторюсь, имеет два независимых приемника. Переключение между приемниками осуществляется кнопочкой BAND. На верхнем приемнике мы работаем на передачу от 136 до 174 МГц. При мощности 4 Вт, 2 Вт, 1 Вт. Выбираем мощность. Дальше. Дальше мы работаем на частотах от 400 до 512 МГц. При передаче 5 Вт, 2 Вт, 1 Вт. Дальше. Также мы работаем здесь на частотах от 350 МГц до 400 МГц. Только на прием. От 700 МГц до 985 МГц. Только прием. От 230 до 250 МГц. Только прием. И авиадиапазон от 108 до 136 МГц в АЭМе. Переключается автоматически в АЭМ. Только прием. Нижний приемник у нас работает на частотах 400-512 МГц. И 136-174 МГц. Выбор шага частоты. 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 25, 30, 50, 100. В радиостанции присутствует замечательная подсветка клавиатуры. Также присутствует, как и принято во всех китайских радиостанциях, фонарик. Так, в радиостанции имеется цветной дисплей. При приеме высвечивает зеленый. Гарит зеленый индикатор. Синим здесь. При передаче на дисплее загорается красный. Также светится красным здесь. Прием. Отличительной особенностью Vaxun UV9D Plus является наличие кроссбенда. Кроссбенд включается в пункте меню 43. Есть три режима работы. Кроссбенд односторонний, кроссбенд двухсторонний и по умолчанию просто рация. Проверяем односторонний. Меняем направление. Да, уже не работает. В направлении одностороннего вы выбираете каналом. Выбираем двухсторонний. Ваксун 9D Plus имеет функцию кроссбенд репитера. Поэтому в меню появились новые функции. Изменение произошло с пункта 41. 41 меню BLCD отвечает за переключатель подсветки дисплея в режиме ожидания. То есть, когда в режиме ожидания, дисплей немного светится. Меню 42. Отвечает индикатор switch. То есть, при режиме ожидания, этот индикатор можно отключить, который будет мигать в течение, по-моему, 5 секунд, 15 секунд. Каждый раз будет моргать. Сейчас у меня отключено. Не раздражает. 43 пункт меню. Это пункт репитер. Здесь, как я уже говорил, это односторонний репитер и двухсторонний кроссбенд репитер. Также выбирается режим просто рации. 44 пункт меню. Это отвечает за репитер-спикер. То есть, при работе функции репитера будет ли работать динамик в самой радиостанции. То есть, его можно выключить, либо включить. 45 пункт меню. Работа кнопки передачи во время работы кроссбенд репитера. То есть, во время работы кроссбенд репитера, это обозначается значком здесь, с левой стороны вверху, значок, что работает сейчас кроссбенд репитер. Будет ли работать кнопка передачи. То есть, она сейчас вот у нас работает. Также ее можно отключить, чтобы она не работала, никак не влияла на работу. Далее. 46 пункт. Это функция установки удержания времени репитера, то есть, в конце, при передаче. Устанавливается либо выключено, либо от 100 до 500 миллисекунд по выбору. По умолчанию стоит 300 миллисекунд. В принципе, этого достаточно. Дальше все продолжается, как в обычной UV-9D. Инструкцию будет я под описанием кину на русскую инструкцию. Познакомливайтесь. Итак, если вы покупаете базовую комплектацию UV-9D+, вы получаете саму радиостанцию, две антенны, шнурок, один аккумулятор, зарядное устройство и инструкцию по эксплуатации. Если вы доплатите всего 20 долларов, вы получаете, помимо красивой коробочки Limit Edition, дополнительные аксессуары стоимостью гораздо больше 20 долларов. Это дата-кабель, зарядное устройство автомобильное, чашку, подключение радиостанции напрямую к радиостанции, прикуриватель, тангенточку, дополнительный аккумулятор, чехол для защиты его зимой, в дождь, слякоть, гололед, грязь, гарнитуру и переходничок для внешней антенны. Итак, вот так вот радиостанция выглядит в чехле. Конечно, он не полностью герметичный, но, по крайней мере, контакты он защищает. Продолжение следует... Продолжение следует...